Божьи слова на каждый день Без Божьей работы, как бы хорошо ни действовал человек, это ничего не будет стоить, потому что мысли Божьи всегда будут выше мыслей человека, и мудрость Божья для человека непостижима. И поэтому я говорю, что те, которые полностью проникли в суть Бога и Его труд, не достигают никакого результата, все они высокомерны и невежественны. Человек не должен определять работу Божью. Более того, человек не может определять работу Божью. В глазах Божьих человек меньше муравья, так как же человек может постичь работу Бога? Разве те, кто беспрестанно твердит о том, что Бог не работает тем или иным образом, или что Бог представляет собой то или это, разве все они невысокомерны? Мы все должны знать, что люди, состоящие из плоти, все были прельщены сатаной. Их натура как раз и состоит в том, чтобы противиться Богу, и с Богом они не на равных, и уж тем более не могут они предлагать советы относительно работы Божьей. То, как Бог ведет человека, это работа самого Бога. Человек должен подчиниться и не должен придерживаться того или иного взгляда, ибо человек – всего лишь прах. Поскольку мы стараемся стремиться к Богу, мы не должны привносить свои представления в Божий труд, на Божье рассмотрение, и уж тем более мы не должны использовать свой порочный характер, чтобы преднамеренно пытаться противиться работе Божьей. Разве это не сделало бы нас антихристами? Разве могут такие люди говорить, что они верят в Бога? Поскольку мы верим, что Бог есть, и поскольку мы желаем угодить Ему и узреть Его, мы должны стремиться к пути истины и должны искать способ быть совместимыми с Богом. Мы не должны принимать участие в жестоковыном противлении Богу. Разве из таких действий может выйти что-то хорошее? Сегодня у Бога есть новая работа. Ты можешь не принимать этих слов. Они могут казаться тебе странными, но я советую тебе не показывать свою природность. Ибо только те, кто воистину алчат и жаждет праведности перед Богом, могут обрести истину, и только те, кто воистину благочестив, могут обрести просвещение и водительство Божье. Поиск истины при помощи раздоров не приведет ни к чему. Только путем спокойного стремления мы можем добиться результата. Когда я говорю, что сегодня у Бога есть новая работа, я подразумеваю возвращение Бога во плоти. Возможно, ты не возражаешь против этих слов. Или, может быть, ты питаешь к ним отвращение. Или, возможно, они представляют для тебя большой интерес. Как бы там ни было, я надеюсь, что все те, кто по-настоящему жаждет явления Бога, могут посмотреть в лицо данному факту и тщательно его рассмотреть. Лучше всего не торопиться с выводами. Именно так должны поступать мудрые люди. Лучше всего не торопиться с выводами.